В Азбесте продолжают награждать ветеранов Великой Отечественной войны. На этот раз глава администрации Азбеста лично вручила юбилейную медаль Александру Рыжкову, ветерану, который прошел всю войну, а также внес большой вклад в развитие культуры Азбеста. Когда началась война, Александру Александровичу Рыжкову было всего 17 лет. Тогда его сразу же забрали на фронт. О войне он знает не понаслышке. Он прошел ее от начала до конца. Ему довелось испытать все тяготы войны. Вместо мирной и спокойной жизни он встал на защиту Родины. Мне было 18 лет неполных. Меня призвали в армию Северо-Западный фронт под Старой Руссой. Я был сержантом в армии командира отделения. Электростанции начальник. Помимо того, что Александр Александрович внес весомый вклад во время Великой Отечественной войны, он еще и положил начало развитию культуры в Азбесте. Более 20 лет Александр Рыжков проработал директором Дворца культуры. Поздравить ветерана с наступающим 70-летием победы, а также вручить юбилейную медаль, лично пришел глава администрации города Владимир Суслопаров. Культура в городе Азбесте закладывалась вами, такими как вы. И сегодня вот те корни, которые вы заложили, они продолжают у нас быть, иметь место. И культура у нас в нашем городе на высшей ступени. И в области это отмечают постоянно. Это ваша заслуга, Александр Александрович. От всей души поздравляю вас. Спасибо вам огромное за ваш труд, то, что вы сделали. Я хочу вам пожелать главное – здоровья. Со словами поздравлений и благодарности к ветерану обратился и председатель общественной палаты Валерий Лапин. Огромное спасибо и за победу, и вы дальше, как на фронте, проработались с такой же отдачей на своем поприще, во Дворце культуры. Самая низкая зарплата была у культуры. Самая низкая. И однако вы, несмотря на это, у вас, главное, не финансы были, не деньги, а главное было дать обеспечить культурой наш замечательный город. Огромное вам спасибо. Крепкого вам здоровья. И я думаю, что мы еще не один раз придем вас поздравлять с победой и с юбилеем, большим-большим юбилеем. Не могли не поздравить Александра Александровича и его коллеги. Работники культуры. В качестве подарка для ветерана исполнили песню. С днем победы вас мы поздравляем. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.